Министр иностранных дел Бразилии Мауро Вейера заявил, что его государство уважает и следует решения Международного уголовного суда в Гааге, который на прошлой неделе выдал ордер на арест Путина. Си и Путин во время публичной части встречи несколько раз обмолвились о том, что мир стремится к многополярности на основе организаций БРИКС и ШОС. Про ШОС поговорим в другой раз, когда будет повод. А вот про БРИКС стоит отметить следующее. Организация БРИКС, как объединение пяти партнеров, распалась. Бразилия, как видим, признала решение МУС, а значит не впустит Путина в страну или арестует его по прилету. То есть связь Бразилия-Россия разорвана. С другой стороны, началось сближение Индии с конкурентами Китая. Индия осознанно принимает решение о дистанцировании из-за того, что в орбите внешних аппетитов Китая Индию ждет голодная смерть. В этом контексте Индия претендует на сотрудничество с Западом с целью противостояния китайской угрозе в азиатском регионе. К тому же Индия усиленно маневрирует от сотрудничества с Россией в любой форме, кроме покупки энергетических ресурсов по цене себестоимости их производства. Так что связь Россия-Индия-Китай также разорвана. При этом Индия не имеет тесных отношений ни с Саудовской Аравией, ни с Бразилией. Фактически Индию уже можно удалять из БРИКС, потому что между государствами не только нет атмосферы сотрудничества, а вообще наблюдается открытая конфронтация за влияние в регионе. И это без учета решения по МУС, который отдельно, как выше говорилось, отделяет Бразилию от России. Получается, что контур сотрудничества в рамках БРИКС сузился до Россия-Китай. Но и тут, как оказалось, не все так гладко. После преждевременного вылета Си из Москвы, группу мероприятий третьего дня Си не провел. Российская пресса стала оценивать встречу не с той долей оптимизма, что была в первый день, когда Си выдвинул Путина на новый президентский срок. Сформированная ось базируется исключительно на личном подчинении Путина товарищу Си, сокращенно Пу-Си-Пакт. Из итоговых документов, с которыми ознакомился ваш покорный слуга, следует, что стороны подписали соглашения о намерениях, а также условились сотрудничать в энергетической и экономической сферах. По большому счету, Китай приказал продавать ему энергоресурсы по сниженным ценам. Путин на все условия согласился, параллельно признав себя малочисленной провинцией китайского вождя. При этом желанный Кремлем договор по новой силе Сибири китайским руководителям был отвергнут из-за того, что Китаю некуда пихать такое количество ресурсов. И самое печальное для Москвы – военное сотрудничество было вычленено из переговорного процесса. Ему на смену пришла китайская вариация мира, которая не устроила Кремль из-за обязанности вывести войска. Аргумент «а я тут Мариуполь посещал, значит он мой» не сработал. Так что Китай поставки оружия не обеспечит, но может через некоторые фирмы поставлять технологии, которые несущественно повлияют на поле боя. Таким образом играть в сдачу суверенитета Путин сумел существенно хуже Лукашенко. Лукашенко хотя бы оставлял себе пространство под автономию дворца взамен на мешки с деньгами. Путин остался и без суверенитета, и без независимости, и без валюты, и без плюшек. За сдачу всех вышеперечисленных факторов.